Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет такой своеобразный мукбанг. Мы будем пробовать всю продукцию от бренда Агуша. Если честно, я никогда не пробовала. В моем детстве этого всего не было. А может даже и было, но у меня не было. Эту идею мне подала моя подписчица. Обычно так бывает в инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Если у вас есть крутые идеи видео, то обязательно пишите мне их в дайрект, либо в комментариях. Девочка мне написала эту идею, и я подумала, гениально. На самом деле я на ютубе не видела такое видео, чтобы тестировали именно детское питание. Я уже все перепробовала, осталось только собачий корм. Больше всего мне мешается вода. Попробуем, отличается ли эта вода от обычной. Вот здесь значит такой дозатор, так скажем, как сосочка. Попробуем. Очень удобно, я вам скажу. Я всегда отныне буду брать воду Агуша. Потому что очень удобный дозатор. И кстати, стоила она намного дороже, чем обычная вода. Вот за эту 0,33 литра я заплатила 86 копеек. То есть обычная вода стоит 30. Это получается в три раза дороже, чем обычная вода. Мне кажется, она ничем не отличается от обычной воды. Просто это раскрученный бренд, я так думаю. Может я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я значит купила вот такие вот пюрешки. Так, посмотрим, открыть смогу. А, вот легко. Это для меня обычное дело, мне кажется, это то же самое, что йогурт. Кстати, ходила по нескольким супермаркетам, нигде не нашла йогурт Агуша. Неужели его не существует? Обязательно пишите в комментариях, видели ли вы где-нибудь йогурт Агуша. Вот так вот он выглядит. Ой, куда ты? Он очень жидкий, кстати. Так, ставим обратно. Также, кстати, здесь есть мясное пюре. Вот это вот я немножко очкую пробовать, но попробую. Уже все испачкала. Это значит у нас с грушей. Пробуем. Необычненько. Вкусно, я вам так скажу. Стоила такая пюрешка 1 манат 60 копеек. Ну, здесь прям пару ложек. Очень напоминает, знаете, йогурт. Но йогурт, он немножко, знаете, ароматизаторами какими-то. А этот похож на очень-очень натуральный продукт. Здесь масса 115 грамм. И вот и все, он закончился. Здесь небольшое количество. И баночка специально стеклянная. Так, все. Это мы съели. Запиваем нашей водой. Нет, вода мне понравилась однозначно. Классно. Далее, значит, вот такое вот фруктово-ягодное пюре. Яблоко, клубника и малина. Очень странно, что в магазине одна часть вот этих пюрей лежала в холодильнике, а другая часть просто на витрине. Я взяла то, что в холодильнике. Так, как это все дело открывается. Оп. Здесь целый механизм. Вот. И что нужно делать? Давайте сделаем так, чтобы я... Мои брюки! Ну, что так жестоко? Я вам скажу так, ребят. Все очень жиденькое. Ммм, как вкусно! А цвет все тот же, кстати. Очень вкусно! Не знаю, насколько это натурально, но прям запах и вкус натуральных ягод. Ну, очень такой жиденький. Вообще считается, что его нужно кушать вот так. Ммм, так проще! Либо я такая обжора, либо здесь очень мало. Вот все, больше ничего нету. Вкусно было. Нереально. Так, это тоже откладываем в сторону. Съели. Кстати, я в прошлом видео просила вас задать вопросы в комментариях. На эти вопросы я обязательно отвечу в следующем видео, потому что сегодня у нас с вами обзор. Я должна рассказывать про то, что я ем. Когда у нас будет конкретно мукбанг, где я буду просто кушать, я обязательно отвечу на все эти ваши вопросы. И еще огромное спасибо всем тем, кто подписался на мой канал iCook. Я реально не ожидала этого. Я безумно просто рада. Уже 1700 человек подписались, поставили лайк, написали комментарии. Спасибо вам огромное. Я реально не ожидала такой поддержки. Если вы еще не видели мой новый канал, то переходите по ссылке в инфобоксе и подписывайтесь. А мы с вами продолжаем обзорчик. Давайте перейдем к чему-то мясному. Здесь пюре из мяса птицы. Очень странно пахнет. Здесь точно сроки нормальные. Блин, ребята, это пюре просроченное. Вот идти в магазин или нет, я не знаю, в таких случаях. Один раз у нас с Фатей так было, мы снимали видео, и там Айран оказался просроченный. Я ей сказала, да ладно, давай не будем идти. Она сказала, даже если мне не вернут деньги, хотя бы они увидят, что их продукция просроченная. Здесь вот то же самое. Очень неприятно такое осознавать. Но что не поделаешь. Да. Я очень хотела именно мясной попробовать. Посмотрим, чем питаются детишки. Потому что в моем детстве этого не было. Как вы думаете, вот когда вот продукты просроченные, стоит ли идти в супермаркет и просить свои деньги обратно? Стоил он недорого. Что-то в районе двух монат. В общем, пишите свое мнение, мне очень-очень интересно. Следующая пюрешка, она, кстати, побольше размера. Вот. Посмотрите. Хотя нет, одинаковая. Здесь просто с яблоком, а здесь была груша. Яблоко. Вот что я люблю. Очень-очень вкусные пюрешки. Чем-то напоминают йогурт. Но просто они очень жиденькие. Мне кажется, если было бы погуще, было бы круче. Так легко кушается. Прям в детство хочется вернуться. Далее давайте попробуем компот. Здесь обычный сок, а это компот. Вот мне интересно, чем они отличаются между собой. Сейчас будем пробовать. Здесь трубочка. Это меня учили в детстве. Смотрим опять на сроки. До 2020 года. Значит, все окей. Пьем. Реально напоминает компотик. Причем, знаете, такой из сухофруктов. Так, дети неплохо живут, я вам так скажу. Мне прям захотелось вернуться в детство. Здесь, значит, клубничка и рябина. Пить я люблю. Пить это по моей части. Дальше здесь тоже трубочка. Это уже детский сок с мякотью. Посмотрим, чем они вообще отличаются, потому что вот этот вот стоил дороже. Хотя он размером поменьше. Этот что-то вроде вот этой вот смеси, просто немножко более жидкий. Даже на вкус напоминает вот эту вот смесь. Вот если сравнивать вот эти два, я бы выбрала компотик. Так. И последнее, что у нас осталось, это вот такая вот пюрешечка. Так. Открываем интересный механизм. Интересно, это назад закручивается? Нет. Прикольно сделали, правильно? Смотрите. Для детей самое то. И это с грушей. Походу у них все с грушей. Обалденная штука. Я вам так скажу. Дети живут неплохо. А если у вас тоже в детстве не было всего этого добра, то обязательно пишите в комментариях. Посмотрим, сколько нас. В общем и целом, мне продукция Гуша понравилась. Цена тоже нормальная, приемлемая. Единственное, вода дорогая, на мой взгляд. Опять же, может она какая-то особенная, или этот дозатор стоит очень дорого. Как-то так. Я очень надеюсь, что этот обзор вам понравился. А что касается моего канала, я всем благодарна за их хорошие комментарии. На самом деле, хороших комментариев очень-очень много. Вот сейчас сяду за компьютер и начну всем вам отвечать. Буду стараться снимать как можно больше видео, чтобы радовать вас. Чтобы не было как-то тупо, да, вы подписались, а видео нету. Нет, я буду стараться хотя бы через день выкладывать на тот канал тоже видео. Один единственный комментарий был негативный. Там было написано, что этот рецепт я видела на каком-то другом канале. Но, ребят, ну, естественно, сейчас существует так много блогеров, которые уже отсняли все эти видео. Поэтому, что бы я ни приготовила, вы такой рецепт увидите на YouTube. Я просто буду стараться готовить те блюда, которые будут у меня в мукбанках. Например, вы смотрите мукбанк, вам нравится то, что я ем, и вы думаете, как же это готовится, из чего это готовится, хотите что-то попробовать. И вы спокойно можете перейти на мой канал, где я готовлю, iCook, и посмотреть, как это все дело готовится. Мне кажется, очень удобно. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас реально очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Айка Эмили. Желаю вам приятного аппетита, удачного дня. Всем пока!